Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о шестой главе послания к евреям. Автор этого послания закончил предыдущий абзац, закончил пятую главу словами, отчасти упрёка к читателю, что, друзья, ну вот вам нужно молоко, а не твёрдая пища, потому что вы не способны слушать и обленились, попросту говоря. Вот. А твёрдая пища для ученика – это то, что свойственно совершить, совершенным, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Гениальная, между прочим, формулировка. Он называет совершенными тех, кто опытом, навыком привыкли различать добро и зло. Критерий этого назван на главу «до того». Это слово Божье, проникающее до разделения составов и мозгов. Ну и вот шестая глава начинается с того, что автор останавливает сам себя и говорит, оставим, оставим простые вещи, оставим начатки учения Христова и обратимся к его полноте или к его совершенству. Не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. И учению о том, о том, о том он перечисляет какие-то вещи. Между прочим, мы можем обратить внимание на эти детали, что именно входило, по-видимому, в разговор при подготовке к крещению, к тому, чтобы человек стал христианином. Это и обращение от мертвых дел, это вера в Бога, крещение, возложение рук, воскресение мертвых, суд вечный. Вот на всем этом, как на вещах очевидных из учебника катехизиса, апостол не хочет останавливаться. Говорит, когда-нибудь поговорим, если Богу будет угодно. Но зачем вас уже однажды просвещенных и сделавшихся причастниками духа и вкусивших дары небесного, зачем опять вас обновлять покаянием? Здесь продолжается фраза, но прежде чем вдуматься в это продолжение, сначала в саму по себе первую часть длинной фразы «Вдумаемся». Он говорит о том, что вот люди просвещенные, чем они характеризуются, чем для автора «Послания к евреям» характеризуются ученики Господни, тем, что они вкусили дара небесного, они стали причастниками Святого Духа, вкусили Слово Божьего и силы будущего века. Вот какой смысл снова и снова объяснять таким людям все самое первоначальное, то, с чего начинается. Если бы все было так просто, потому что дальше автор говорит, ну вот когда такие люди отпадают, то какой смысл опять обновлять их покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего? Две, пожалуй, поучительные вещи здесь необходимо современному читателю увидеть. Во-первых, автор «Послания к евреям» говорит о том, что когда люди, даже и вкусившие, и участники завета, и просвещенные, и прочее, прочее, вот, отрекаются, отпадают, они тем самым снова распинают в себе Сына Божьего. Вот как он видит эту картину. Грехи христиан, грехи тех, кто обратился к Иисусу Христу, как к своему царю и первосвященнику, эти грехи снова распинают Сына Божьего. И это чрезвычайно важно запомнить, хотя бы запомнить, уж там, я не говорю, учитывать в своей деятельности, в своих поступках. Потому что мы думаем часто, что это какие-то там язычники в страусиных перьях размалеванные распинают Сына Божьего. Нет, нет. Вот здесь совершенно определенным образом говорит автор в послание к евреям, что они сами в себе Сына Божьего распинают и выставляют на позор тех, кто был причастен небесного дара, а потом отпал. Он ведь говорил перед этим, что именно верность – это то, что дает нам возможность войти в покой Божий, это то, что требуется от нас, чтобы войти в покой Божий. И здесь он, с другой стороны, но ту же самую мысль предлагает. Верность Иисусу, верность Его Слову, именно когда ты хранишь эту верность, тогда действительно ты идешь за Христом. А если отпадаешь, то это, в общем, фатально. Первое, как мы уже сказали, именно мы распинаем теперь Сына Божьего. А второе, еще более неприятная мысль автора, что нет смысла таких обновлять покаяния. Ужасно. Просто ужасно, что он говорит. Настолько, что, конечно, вскоре после того, как эти слова были написаны, практически все христианские общины решили, что так невозможно. Он ведь говорит о том, что вот это вот отпал, потом опять покаялся, тебя Бог принял, потом ты опять отпал, потом ты опять покаялся, на следующую неделю, или на следующий месяц, или на следующий год. Да, вот эта вот картина христианина, который, как пьяница в грязи, идет под дождем, все время поскальзывается, падает, падает, брызги грязи, он опять встает и идет дальше. Вот такое упорство, которое мы себе ставим в заслугу, восстание и аще согрешишише восстание и спасешися. Да, такая романтичная картина. Ничего подобного. Автор послания к евреям считает, что все уже бессмысленно. Либо ты верность хранишь, и тогда ты ее хранишь, либо ты отпал. И отпавшего уже нет смысла пытаться обновить покаянием. Таких людей невозможно еще раз обновить покаянием, потому что они сами в себе Сына Божьего распинают. Вот такой перевод. И в синодальном переводе невозможно отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего. В древней церкви исповедь, как и крещение, была таинством, совершавшимся один раз в жизни. Прописью один. В нашем требнике, в молитвах, в чине исповеди есть слова, обращенные к исповедующемуся вторым крещением крещающейся Иси. Ты крестишься вторым крещением. Крещение не повторяют. Исповедь тоже была неповторяемым таинством. Предполагалось, что в нормальном случае она вообще не нужна человеку. Исповедь – таинство, которое человеку не требуется. Жить надо так, чтобы она была не нужна. Но если вот уж прям что-то экстраординарное случилось, ну, да, наверное, один раз за всю жизнь ну, бывает, да, можно совершить таинство исповеди. То, что сейчас мы называем этим словом, нечто совершенно другое, потому что сейчас мы чаще всего видим христиан, особенно православных, которые чуть ли не каждую неделю, а в некоторых специальных организациях и вообще каждый день прибегают на исповедь. да, ты так долго в очередь на исповедь стоишь, непонятно, когда ты согрешить успеваешь. Вот, понимаете, и вот это вот раз и раз, и еще, и еще, и еще, и даже мы говорим друг другу, что надо, больше, чаще, там. Слово Божие видит картину по-другому. Обновить покаяние бессмысленно, невозможно. Если ты грешишь и распинаешь себе Сына Божьего, то не может быть повторяющегося покаяния. Однократно это под большим вопросом, то есть автор посланника Евреям говорит, что оно невозможно, а церковная практика говорит, что оно возможно один раз в жизни. Не то, чтобы нам надо было что-то менять в нашей практике, или во всяком случае не мне об этом судить, без сомнения. Но нам надо задумываться над этим, понимать, что, почему мы делаем. И а правильно ли, что мы называем то, что мы сегодня называем таинством исповеди, что мы его называем таинством исповеди, или это вообще никакого отношения не имеет. Понимаете, все-таки, грубо говоря, первоисточник предполагает, что мы живем в верности Христу и не совершаем тех вещей, как убийство, прелюбдение, отречение от веры, которые потребуют от нас исповеди. А если ты отрекаешься, то невозможно снова обновить покаяние. По крайней мере, на собственную жизнь с этой точки зрения, на собственное отношение с Богом посмотреть по меньшей мере не вредно, а то и необходимо. И дальше еще один образ, своего рода притчу приводит автор про то же самое. Земля, пившая, сходившая на нее дождь и произращающая злак, вот она получает благословение от Бога. А земля, производящая тернии и волчцы, близка к проклятию, конец которого сожжение. Вот, да, что ты приносишь Богу? И невозможно тут ничего особенно поменять. ты этот выбор делаешь и его делаешь. И живешь в верности завету и, соответственно, в соблюдении заповедей. Или не живешь в верности завету и в соблюдении заповедей. Но повторяю, что для автора это выбор один раз на всю жизнь. Тут вряд ли что-то можно изменить с его точки зрения. Именно потому, что это свободный выбор. однако говорит он своему читателю, я надеюсь, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Держитесь за спасение. Вот. И, конечно, говорит он, Бог праведен, поэтому он не забудет ваш труд любви. Для современного читателя совершенно возмутительная формулировка. Совершенно возмутительная, потому что мы привыкли называть любовью что-то такое чрезвычайно романтичное из первой четверти девятнадцатого века или еще раньше каких-нибудь времен, что любовь это когда там сердце ликует, гормон играет, все, значит, вот без усилий, без понуждения себя любят. Мы Богу молимся, движимые любовью, то есть никогда. Ну, вроде как, стих такой найдет, может быть, два слова скажем. Понимаете, современное человечество, не знаю, с каких времен, неважно по большому счету, считает, что любовь это что-то такое неуправляемое, мимолетное, которое откуда-то прилетело и куда-то улетело, и пока оно есть, ну, мы такие все прямо воодушевленные порхаем. Да, а потом все, оно улетело, порхание перестало, и всех предали, пошли дальше. Это на самом деле подлый, конечно, взгляд на любовь, который позволяет человеку не быть верным. А Павел-то, ну, впрочем, да, это не Павел, конечно, но тем не менее автор послания к евреям говорит труд любви, труд любви. Понимаете, вот, Бог праведен и не забудет ваше дело и труд любви, вот эту работу, это для него работа, для него это то, что требует усилий, то, что действительно ты совершаешь, как труд своей личностью, в первую очередь верность, о которой он все время говорит в предыдущих главах, это очень серьезная, важная вещь. Не в том, не тем определяется наличие или отсутствие любви к Богу или к человеку, есть ли у тебя там это, воодушевленные какие-то, да, воспарения сердца, а в том, что ты трудишься и хранишь верность для того, чтобы поступать день за днем по любви. Не в том дело, что ты пытаешься аутотренингом возогреть в себе эмоции, это, во-первых, безнадежно, а во-вторых, бессмысленно, а в том, что ты трудишься, чтобы жить по любви, поступать, поступать. на самом деле, вот, страшно важное выражение, которое, может быть, и не так важно для автора, но чрезвычайно важно для нас, читателей. И вот он говорит, мы надеемся, что вы держитесь в спасении, Бог не забудет ваш труд любви, который вы оказали во имя его. И мы желаем, чтобы каждый из вас оказывал такую ревность до конца, чтобы вы не обленились. Он в первую очередь говорит, конечно, на примере помощи святым, помощи нуждающимся братьям, само собой, вот, но это только одна из сфер того, где реализуется любовь Божья. И, наконец, в конце шестой главы автор говорит о клятве, об обещании Божьем, потому что для него тоже это очень важно. Он говорит, что Бог, когда давал обещание Аврааму, он не мог поклясться никем высшим, потому что люди-то клянутся кем-нибудь высшим себя, но у Бога такого нету, потому что нет никого выше Бога. И вот он поэтому поклялся самим собою, мною клянусь, говорит, Господь истинно благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу тебя. И вот поэтому говорит автор послания к евреям, Бог употребляет эту клятву в обещании, и то, и другое, и клятва, и обещания, это такие вещи, в которых Богу невозможно солгать, поэтому у нас есть в этом твердое утешение. снова он на самом деле говорит опять о том же самом, что и раньше, что Бог обещал, Бог поклялся, Бог верен, останемся ли верными мы, останемся ли верными мы, или будем распинать сына Божьего снова в себе. Бог не забудет труд любви, будем ли мы его совершать. Вот что, собственно, для автора важна, а клятва в обещании дает нам твердое утешение, надежду, которая для нашей души, потрясающие слова, якорь безопасный и крепкий, якорь безопасный и крепкий, входит во внутреннейшее как завеса. Вот эта надежда на верность Бога, вот что якорь души, не на то надежда, что мы сможем, мы не сможем, не на то надежда, что там обстоятельства как-то сложатся, они не сложатся, на то надежда, что Бог обещал, Бог обещал и не забудет наш труд любви. Вот это действительно якорь безопасный, потрясающие на самом деле слова, прочный и крепкий якорь, который живописная очень на самом деле картина, автор говорит, это якорь, который для нашей души прочная безопасная опора и который заброшен от тебя, от твоего сердца во внутреннейшее завеса, разговор-то, как вы помните, идет о первосвященнике, который от лица народа входит во внутреннейшие завесы, туда, где Бог присутствует во мраке неприступном. И мы, храня верность ему, живем так, чтобы именно он был нашим первосвященником, поэтому наша надежда на него это якорь, который вместе с ним заброшен туда во святое святых, туда, куда за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником во век почином Мелхиседека. Вот такая вот картина, которую прямо хочется нарисовать. Значит, речь идет о труде любви, и о верности Богу, и о якоре надежды, которая связывает нас с самим Богом, с самим Богом непосредственно потому, что Иисус вошел во внутреннейшие завесы от нас, а мы уповаем на Него. с самим и о с самим вошел 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 Продолжение следует...